Потому что, когда идут дистрофические изменения ногтевой пластины, соответственно, что происходит? Анихолизис, анихогрифоз, деформация ногтевой пластины. Плюс идет задавленность пальца. Второй палец находит на первый. И, соответственно, что происходит? Деформация ногтевой пластины, задавленность. Здесь придется носить силиконовые вкладочки или индивидуальные ортезики сделать, для того, чтобы у вас пальчик стоял более ровно. Плюс еще идет из-за этой проблемы образование гиперкератоза на больших пальцах. Под большим пальцем, где у нас уже косточка образовалась. Также у нас идет гиперкератоз по стопе, потому что склонность к поперечному плоскостопию такая очень хорошая. Есть небольшие трещины по стопе. То есть вы много ходите. Плюс неневые кости уже здесь больше подопущенные, потому что, извините за такое выражение, не люблю этот термин, возрастные изменения. Некоторые ноготочки утолщаться начинают, поэтому надо обязательно браться на втором большом пальце тоже. Вот уже пошла деформация на одном пальчике. На втором, на четвертом. Мизинец, ригидность мизинца начинает ложиться под все остальные пальцы. Образовываются мозолелости. Поработаем и будет все хорошо. Вот убрали мы ороговевшие участки. Вот такие пальчики у нас получились. Будем их теперь спасать.